Приветствую, меня зовут Сокол и я вам открою одну тайну. В России любят дерьмо. В прямом смысле этого слова, дерьмовый футбол, дерьмовую музыку, дерьмовое кино, дерьмовое телевидение. Зачастую многие фильмы, которые на Западе считают дерьмом, у нас принимаются на ура. Так вышло с большинством работ Майкла Бея. Да-да, я к нему неравнодушен. Перл Харбор так у нас вообще чуть ли не шедевром считается. Кажется, я уже повторяюсь. Ну ладно, ладно, я, пожалуй, слегка перегибаю палку. Вообще многие фильмы, которые на Западе принимают не очень, у нас почему-то идут хорошо. Сравните оценки. То же самое и с приквелами Звездных войн. Во всем мире их почему-то принято ненавидеть. Да-да, я серьезно. Но только не в России. Это топ 10 самых презираемых фанатами, но одновременно и самых спорных вещей приквелов Звездных войн. Я не знаю, откуда столько ненависти к приквелам Звездных войн на Западе. Неужели они настолько дерьмовы, как принято считать? Нет. Скорее всего, фанаты слишком преувеличивают и драматизируют. Это же фанаты. Мне нравятся приквелы Звездных войн. Я не от всего в восторге, но все же они мне нравятся. Я постарался собрать все самые громкие обвинения в сторону приквелов Звездных войн. С чем-то я согласен, но с чем-то нет. Именно поэтому здесь будут не худшие места, а спорные. Я постараюсь оспорить некоторые обвинения, но с чем-то я соглашусь. Ну что ж, начнем. Роботы, дроиды, андроиды или что там еще. Все, короче, механические идиоты. Это обвинение исходит из того, что дроиды Торговой Федерации несомненные тупицы. Хотя не только они, но в основном это именно так. Они чересчур глупы для самостоятельных боевых единиц. И в основном они нужны только для того, чтобы джедаи могли поупражняться на них в умении махать световыми мечами. В остальное время дроиды выступают комиками. Хорусом. Э, тут что-то не так. Погодите, вы арестованы. Ноги не ходят, не хватает умерки. Бросить оружие. Бросить, я сказал. Это точно. Что, неужели в далекой-далекой галактике не могли изготавливать более сообразительных роботов? Более метких, более надежных. Они поломаты. Это все равно, что отправить в бой армию хлюбиков-стендаперов-неудачников, которые двух слов без мата связать не могут. Но давайте будем честными. Армия имперских штурмовиков тоже представляла собой мясо для битья. Взять хотя бы знаменитый синдром штурмовика. Это когда они мажут по очевидно простой мишени. По крайней мере, армия дроидов проиграла в битве с гунганами, а не с эваками, как имперские клоны. А это, между прочим, втройне позорней. Это не касается Императора. За Императором Палпатином, а.к.а. Лордом Сидиусом, а вернее за его становлением, очень интересно наблюдать. Но он был и в оригинальной трилогии, сыгранный тем же актером Иеном Макдермидом. А кто же у нас здесь, за место великого и могущественного Вейдера? Кто здесь выступает действующим злодеем, так сказать? А те, кто при ближайшем рассмотрении, может и хороши, но не затмевают собой злодея оригинала. Потому что у них мало экранного времени, мало предыстории и в разы меньше крутизны. Это Дарт Молл, Граф Дуку и Генерал Гривус. Аж три персонажа призваны, чтобы попытаться заменить одного. Но судя по фанатским возмущениям, у них это не получается. Я с этим согласен. Но все же мне нравится каждый из этих героев. Дарт Молл молчаливый, но охренительный Сидк, как по мне. Просто берет своей харизмой. Однако, повторюсь, у него нет предыстории, его слишком мало показывают и он совершенно пуст. С этим не поспоришь. Вот вспомните хотя бы что-нибудь с ним связанное, кроме адского внешнего вида и двустороннего меча. Ну, давайте, давайте. Ну же. Нет, ничего не запоминается. Ну ладно, справедливо будет сказать, что это не первый персонаж, который в фильме сказал полслова, но приобрел статус культового. Бобби Фетту так же повезло. Граф Дуку тоже не впечатляет. По сути, Лукас рассчитывал на харизму великого Кристофера Ли, поэтому сильно его персонажа он не прописывал. Ну а генерал Гривус, он прикольный, но не более того. Так что да, слишком одноразовые злодеи. Но опять же, будем честными, ну кому по силам сравниться с Дартом Вейдером? Когда я покинул тебя, я был учеником. Теперь я мастер. Но ты мастер слада. Нет, точно никому. Слишком много компьютерной графики. Вот с этим я на все 100% согласен. Мы, поклонники Звездных Войн, олдфаги. Мы консерваторы. Мы привыкли к тому, что вся оригинальная трилогия была сделана из настоящих, осязаемых вещей. Макеты, локации, грим, костюмы, куклы, декорации. Все это настоящее. А новая трилогия, это по сути гигантский мультик, где очень мало реального. Компьютерная графика, это конечно хорошо, но не в каждом гребаном кадре, ей богу. Да, это позволило показать нам вот таких вот замечательных монстров и вот такие потрясающие локации. Но тогда, когда можно снять что-то вживую, то почему бы это не снять вживую? От такого невероятного количества графики, которая местами не на высоте, вот взгляните на этот огонь и только попробуйте сказать, что он настоящий. От такого невероятного количества графики создается ощущение искусственности. Нет полного погружения. И тебе все время тыкают в лицо анимации. Нет, сука, никакой далекой-далекой галактики. Все это снималось в студии на зеленке. И ведущий на самом деле выглядит не так, а вот так. Уса, следующее место, бум-бам. И вот в этот момент радует то, что Джей Джей Абрамс снимает новые Звездные войны частично по старинке. Видите? Видите? Это кукла, а не кусок 3D графики. Слишком много политики. Эта претензия основана на том, что в оригинальной трилогии не было так много уделено внимания политической составляющей. Там было что-то типа космического вестерна. Там был приключенческий экшен с выполнением квестов в духе «Лети туда, уничтожь это, научись тому-то, сделай это». Все было весьма просто, но в новой трилогии Лука спустился в изучение каких-то подковерных игр, которые привели к краху республики и диктатуре ситхов. И многим, кто привык к простым сюжетам, это естественно не понравилось. Но как иначе? Как иначе показать политический переворот, не вдаваясь в политику? На мой взгляд, все достаточно доступно разживали. Да, все сложнее. Да, много политики. Но такую моду диктует нам время. Простые сюжеты уже не удивляют настолько, насколько удивляли раньше. В развлекательные фильмы стали пихать слишком много серьезности и пафоса. Но в приквелах это достаточно сбалансировано. На мой взгляд, это один из плюсов картины, а не минусов. Мне понравилось то, как преподнесены нам политические интриги. Хоть по духу это и не похоже на оригинальные «Звездные войны». А фанаты не прощают подобного. В целях обеспечения безопасности и большей стабильности республика будет реорганизована нами в первую галактическую империю. Что бы за ногу мидиклорианы? Это вызвало небывалый бугурт у многих. Почему? Представьте себе, что нечто духовное объясняется чем-то псевдонаучно-примитивным. Фанаты на то и фанаты, чтобы создавать культ на пустом месте. Джедаизм, по их мнению, это офигеть какая хорошая религия. Они в это верят. Они этому следуют. Ты не веришь в силу, ведь так? А, ты имеешь в виду ту штуковину, о которой ты узнал часа три назад. А теперь осуждаешь меня за то, что я в нее не верю. Сила это нечто духовное. То, во что нужно верить. И то, что не каждому дано. Это своего рода священный источник духовности для каждого джедая. Сила это то, что питает джедая. Энергия, что создают живые существа, она окружает и пронизывает нас. Связывает галактику как целую. И тут вам говорят, что сила это мидихлорианы. Микроорганизмы, которые живут у вас в крови. И что ничего духовного, ничего мистического, ничего, во что бы можно было свято верить, как бы и нет. Это просто микроорганизмы. А сила? Ну, это просто микроскопические бактерии в крови, которые называются мидихлорианы. Слэш, если ты не будешь к этому относиться серьезно, я пошел. Не только фанаты, но и многие поклонники, в том числе и я, не смогли простить Лукасу этого. В Англии, между прочим, зарегистрирована целая церковь джедаизма. В бога же многие верят, почему бы и в силу не верить. А что, один вымысел ничем не отличается от другого. И тут такой Лукас заявляется, значит и говорит, что природа силы заключается не в духовности и вере, а в маленьких бактериях, и если у вас их нет, то вы как бы жалкий лузер. Джордж Лукас, ты создал действительно культовую религию, которую многие задроты восприняли всерьез. А потом взял и обгадил все это. Даже у магистра Юды уровень медихлорианов ниже. У джедаев тоже. Что это значит? Точно не знаю. И что же это значит для нас с тобой? Абсолютно ничего. Нельзя так неаккуратно поступать с собственным детищем. Да и с поклонниками этого детища. Медихлорианы идут нахрен. Похороны магии и загадочности магистра Йоды. Что имеется в виду? Магистр Йода для поклонников старой трилогии всегда был чем-то загадочным. Это был старик со странным юмором, странным поведением и со стойким ощущением того, что в нем таится невероятная мудрость. Но просто так он никому ничего не расскажет. Он был столько же нелепым, сколь и мощным. Складывалось ощущение, что он сейчас моргнет и у соперника переломаются все кости. И вот почему, если он такой мощный, он этого не делает в приквелах? Если у него столь много силы, зачем вообще сражаться на мечах? Он мог бы просто щелкнуть пальцами и у графу Дуку отлетела бы башка. Но нет же. И вот тут мы можем смело похоронить всю загадочность и всю внутреннюю магию Йоды. Честно говоря, когда я увидел эти выкрутасы, ничего кроме смеха это не вызывало поначалу. С другой стороны, как еще он мог бы сражаться с таким ростом? Не в вашем размере. Как же я? По размеру тоже судишь? Видимо, только ловко прыгать и крутиться. Зачем тогда ему трость? Почему он едва ходит, если он настолько крутой? А еще, в приквелах Йода почему-то избавился от своего легкого безумия, что было в оригинале. Да, и его компьютеризировали во втором и третьем эпизоде. В общем, это палка о двух концах. С одной стороны, он стал круче. С другой, растерял всю свою загадочность. И мне не очень нравится то, что он сдался и трусливо сбежал в битве с императором в конце третьего эпизода. Или это был его гениальный план? Великий и могущественный Дарт Вейдер превращен в нытика Скайуокера. Один из самых крутых персонажей всех времен был превращен в жалкого, неуверенного в себе и своих поступках, а также истеричного подростка. Вернее, сначала в бесячего пацана, который отвратительно сыграл свою роль, а потом в Хайдена Кристенсена. Я вообще не уверен, нужно ли было рассказывать историю Вейдера, но Лукасу было начхать. И эта история откровенно разочаровала всех поклонников. Вейдер терял часть своего шарма, как только в памяти всплывало все то, чем нас накормили в приквелах. Понимаете, Скайуокер жалок, в нем нет и доли величия Дарта Вейдера, он большую часть времени раздражает, его поступки импульсивны, он не слушает наставника и в основном поступает как эгоист. Я всегда думал, что Вейдер это джедай, который и до того, как перейти на темную сторону силы, имел весомый авторитет. Я задыхаюсь в этой хреновине. Сомнение в выборе правильности пути должно быть с Манильей его на другую сторону. У него должны быть веские причины для этого. Но сценарий Лукаса говорит нам, что это просто мальчишка, который, следуя своему юношескому максимализму, поступает импульсивно. Обыкновенный нытик, который был весь фильм почти хорошим, а потом вдруг перестал им быть. Это Оби-Ван виноват. Он завидует. И не дает мне воли. Заходи потихоньку. Со стороны. Нет, сейчас. Нет, Эннекен. Стой. Нет. Нельзя быть в составе совета без звания магистра. Прошу сесть, юный Скайуокер. Что я наделал? Почему один из самых крутых персонажей превращается в одного из самых раздражающих? Ответьте мне. Нам даже не показали то, за что его можно было бы уважать. Он говорит о том, что несколько раз спас жизнь Оби-Вану. Но это только разговоры. Почему бы это не показать? Причем он здесь хвастается тем, что спас жизнь учителю. Вам нравятся люди, которые хвастаются? Ты не был так напряжен с тех пор, как мы свалились в гнездо гандарков? В тот гадюшник свалились вы, учитель. А я вас спас. Вы помните? Тут я согласен. Я недоволен такой историей Вейдера. Мне не нравится то, каким его показали. Это разрушает образ могущественного ситха. И я бы предпочел забыть о подобной предыстории. Да, мой повелитель. Энни, что за... Энни, маленький Энни. Джа-Джа, я больше не Энниген Скайуокер. Ух ты, какая твоя дежда прикольная из. Слушай, Джа-Джа, очень важно. Эй, чтобы ты никогда больше со мной не разговаривал. Чего-то случилось? Твоё лицо обозглавили что? Ну и следом за этим, конечно же, Джа-Джа Бинкс. Уса, ролика снимаю. Если говорить о минусах приквелов Звездных войн, то первое, что мне приходит на ум, это Джа-Джа. И это действительно так. Джа-Джа это сборище всех стереотипов о различных малых народностях, но при этом запиханных в гунгана с планеты Набу. Но даже не в этом проблема. А проблема в том, что шутки с ним связанные невероятно тупы. Но при этом нам их пихают в лицо постоянно. Но от этого смешнее они не становятся. А нам их пихают и пихают. Господи, как же бесит этот персонаж. Как грубо! Что такое? Джордж Лукас вдруг решил, что во вселенной Звездных войн большая нехватка тупого юмора? Тупого акцента в стиле оскорбления Чукчи? И тупого поведения в стиле клоунады для детишек? Хотя что это я возмущаюсь. Джа-Джа Бинкса нам подарил тот же человек, что подарил нам Эваков, которые одной левой способны уделать целый отряд штурмовиков. Так что от Лукаса это вполне ожидаемо. Мои языка не мел. Мои я засплял. Спасибо. С ловальными. Реакция Джа-Дея, если ты на это способен. Не делай так больше. Твоя, опять меня спасает? Кто это? Абориген. Уйдем, пока не появились новые дроиды. Новые? Твоя, сказать, новые? Это сильно-сильно плохо. О, липкая бяка. Самое смешное, что его потом делают генералом, а потом еще и представителем НАБУ в Сенате. Тут явно что-то не так. Это ловушка. Диалоги и игра актеров. У нас здесь имеются хорошие актеры, которые способны на многое. Но плохой сценарий, плохие диалоги и, конечно же, плохая режиссура убивает весь талант. Кристофер Ли никакой. Я мощнее, чем любой из джедаев. Сэмуэль Джексон никакой. Генерал Гривас всегда убегает и прячется. Он очень труслив. Возврата к деспотии ситхов не будет. Ты проиграл. Господи, какой же он монотонный. А между прочим, он способен на это. Да и все остальные играют так себе. Особенно более молодая версия Энакина. С этим трудно поспорить. Твой лазерный меч. Такое оружие бывает только у джедаев. Но хуже всего то, что эти персонажи говорят. Давайте просто послушаем. Ты что, ангел? Кто? Ты ангел. О них рассказывали пилоты-звездолеты. Это самые красивые создания во вселенной. Я не люблю песок. Он грубый. Жесткий, неприятный. Он проникает повсюду. Но не здесь. Ты так хороша. Лишь от того, что я влюблена. Нет. Нет, я сильнее в тебя влюблен. Ты ослеп от любви? Ну, я не это имел в виду. Но, возможно, это правда. В основном это, конечно, касается диалогов, связанных с романтическими отношениями. Убогость их заключается в банальности. Ну, кто в жизни говорит такими фразами? Но в защиту этого могу сказать, что на экране эпическое космо-фэнтези. И персонажи, в принципе, могут говорить банальностями. А как еще должны разговаривать эпические герои? Необходимо также отметить и наш дубляж, который исправил многие проблемы оригинала. Но банальных фраз все еще полно по эпизодам. Но все же романтические диалоги давались Лукасу труднее всего. Говорил же ему приятель Стивен Спилберг когда-то. Джордж, найми сценариста, не мучай себя. Эту цитату, конечно, я выдумал, но я уверен, что Стивен Спилберг именно так бы и сказал. Кстати, взгляните на Энакина. И потом на Падме. И на первом месте, как это я называю, поспешный Вейдер. Итак, продолжим разоряться по поводу сценария и по поводу плохого изображения предыстории Дарта Вейдера. Для меня основная причина неудовлетворения от приквелов Звездных войн это слишком быстрый и немотивированный переход от импульсивного и сомневающегося подростка, у которого есть пара скелетов в шкафу, до холодного убийцы детей. Да, я, конечно, понимаю, что темная сторона силы это не просто смена мировоззрений, но все равно это выбор. Именно поэтому Люк Скайуокер не перешел на темную сторону, он выбрал. Его не поглощала тьма. Неужели в душе Энакина ничего не шелохнулось, когда его тут же отправили убивать детей? То есть, будучи Вейдером, когда император при нем убивал Люка, в его душе что-то зашевелилось? А когда он убивал детей, нет, мне кажется, ничто не могло возыметь над ним такую власть, чтобы этот эмоциональный юноша, который влюблен, так холодно расправлялся бы с детьми. Глядите, с Оби-Ваном же он беседует и выглядит просто запутавшимся, а не одержимым. Хотя, ты недооцениваешь мою мощь. Да, но он же уже убивал. Вырезал целое поселение пустынного народа, скажете вы. Кстати, если Йода почувствовал то, что Скайуокер совершил столько убийств, почему ничего не предпринял? Ну, в общем, они были виновны в смерти его мамы. А в чем виновны дети? Откуда столько холодной жестокости? Кроме того, взгляните, как Энакин переживал по поводу содеянного. Я их убил. Они мертвы. Их нет. Следуя логике сценария, песчаный народ достоин больших эмоций, чем дети? Или все выглядело вот так? Мастер Скайуокер, а что происходит? Все, постройтесь по возрасту. Зачем, сэр? А, для раздачи подарков. Подарки? Интересно, какие? Я хочу новый мяч, а я хочу мягкую крысу. Назову ее Патчер. Боже мой. Так, всем крепко-накрепко закрыть глаза, заткнуть туши и не подглядывать. Мистер Скайуокер, а можно меня обнимут в подарок? Ты справишься, Энакин. Просто подумай о счастливом месте. Вспомни поля на Абу, где ты влюбился. Ага. Как красиво. Ха-ха-ха, да, природа. Чувствую себя живым. Ну, в общем, переход Энакина на темную сторону был очень поспешным. Буквально пара секунд, и вот он уже присягает на верность лорду ситхов. Придает идеалы, придает то, во что верил он и его любимая. Я уже шутил на эту тему в одном из своих топов. Такое ощущение, что его еще и отговаривать надо было, когда он переходил на темную сторону. Или он, быть может, посмотрел один из рекламных имперских роликов? Империя преследует повстанческих мразей. Убивает дядю и тетю Люка. Говорит людям проезжать. Империя. Наши корабли большие треугольники. Да, это многое бы объяснило. В общем, это было очень поспешно. Я клянусь в верности вашему учению. Ну, чудно. Тут можно его оправдывать по-разному и валить на магию темной стороны. Ребята, в основе силы миди-клорианы. Так что это лишь выбор, никакой магии. А если быть точнее, всему виной плохой сценарий, плохое изображение личности Энакина Скайуокера, плохая предыстория и недостаточность мотивов. Просто Энакин должен стать плохим. А то, что история у нас хромает, да и черт с ней. Но все же третий эпизод, несмотря на все вышесказанное, я считаю лучшим. Мне он очень нравится, особенно финальная битва Энакина и Оби-Вана. Хотя оставлять Энакина умирать от ожогов с отрубленными ногами было достаточно жестоко с его стороны. Но все же переход Энакина на темную сторону можно было бы сделать чуточку плавнее. Ну, переработать полностью, в общем. И в этом весь Лукас. Слава богу, он продал права на Звездные войны. Правда, компания, которую я обожаю критиковать и которая уже сняла свои Звездные войны, но только с Деревом за место Чубаки и со Звездным Лордом за место Хана Соло. К слову сказать, вышло это довольно-таки хорошо, так что посмотрим, что будет дальше. Надеюсь, Дисней не запорит дело. Ну, а я скажу так. Есть моменты, за которые можно не любить приквелы Звездных войн. Но зачастую эти моменты, это скорее всего перегибания палки и фанатские сопли, не более того. И Джа-Джа Бинкса можно вытерпеть, и с Миди-Хлорианами смириться, и дурацкие диалоги можно принять, и слабость сценария стерпеть. В конце концов, приквелы все же остаются тем самым космическим приключением. Но специально для фанатиков... Это всего лишь фильм! Звездные войны, просто фильм. Ничего особенного. Заметьте, не я это сказал. Ну, а на этом все. Подписывайтесь на этот канал, ставьте лайки под этим видео, вступайте в группу ВКонтакте, а также Твиттер, Инстаграм, все ссылки в описании. Ну, а с вами был Сокол. Пока! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!